Вот значит приехала, договорились. Что ты мне написала-то? Ну-ка, повтори. Я написала, что вот эти полочки, они выглядят неопрятно, но трогать их нам никому нельзя, кроме вас. Потому что это ваши полочки и тут ваши документы, письма. Ну то, что должно быть у вас под рукой. И я вам предложила их разобрать. Вы мне предложили приехать помочь. Давай, разбирай. Эту или эту? Ну обе, одно и то же. Ну вот. Да, сначала вот так раскладывай здесь пачками, чтобы было видно, что. Спрашивай еще к чему. Сейчас еще непонятно. Мне такие помощники нужны. Это просто картоночки. Все, это когда мы много рассылали, у нас это обертка у пачек. Было. Вот так. Видите как. Оно там среди них и не найдешь. Это просто бумажка. Это мы отдельно где-то положим. Она нужна. Это Татьяна Кузьминиша пишет тут поминать кого. За здравие, за упокой. Открыточки. Вот надо разложить все это. Квитанция. Квитанция. Отделываешь. Про нее никто и не помнит. Вот эта квитанция. Она нужна. Вот квитанция отдельно будет. Вот так. Потому что она там не одна. Согласен. Не буду мешать. Я люблю, когда люди порядок любят. Но мне вот этот беспорядок всегда кажется, что это порядок. Так, вот бумажки поминать. Все, пожалуйста. Чистенькие бумажки. Это просто картонки. Работаю как полновластная хозяйка. А я скажу, что вот у меня книги-то перепутали. А теперь как они у меня лежат? Вот. Самое удивительное то, что вот здесь стол кончается. Вот на два пальца. Все, больше нету. И стол когда сделал, вот от Коломищенко был. Приезжал Олег с Татьяной с Одессы. Он стол сделал. Книги, конечно, не издавались. И здесь на три пальца. Получается на пять. Даже на пол книги нету. И что книги в два ряда кончились. И больше ничего нету. Как раз. Письмо. Все определяй. За двенадцатый год письмо. Да. Непонятно. Складывай в отдельную кучу. А в Тайхрайстад. Отдельно. Которые непонятные. Витанские письма это сюда. Мы их разберем. А здесь их разобрали книги как. Так вот. К истинному православию. Вот она лежит. Она это второе издание. Первое было тысячи. Потом три тысячи. Вот. Самая первая книга. Изданная. Церковь. Свобода. Тюрьма. Это стихи у меня. Я обратился здесь. К братьям и сестрам. Какое название дать. Я помню. Я их насчитал. Этих названий. Больше ста кажется. Больше всех чернявская. Разная. Но я название сделал свое. Совокупно из того, что было написано. Церковь. Свобода. Тюрьма. И вот эта картинка. Откуда-то взял. Нафанаил Судников был. Романах. Вот. Симфония. Настя. Жития святых. Вот это тоже. Редко такая книга. Для слова Божия нет уз. Второе издание. Две тысячи, кажется, экземпляров. Прошло. Это то, что вторым изданием вышло. У нас интересное происхождение креста. Володя Кенкин подошел. Молвся на меня надел сзади. Все цепочки. Все. Священнический крест. Это там, где расстреливали. И там нашли. Около тюрьмы. Видимо, священника расстреляли. И она со мной по тюрьме прошла. Этот вот крест. Потом расскажу отдельно. А книги лежат в таком порядке. Вот первый том. Я думал, будет один том. И даже на корешке не написано. Вообще. Открытым оком. И тома нету никакого. Но получилось, что том второй появился. Открытым оком. Видите, кавычки. Три точки. Открытым оком. И цифра 2.2. А потом третий том появился. И получилось. Мне удобно, когда вверху вот здесь идут нечетные. Первый. Третий. Пятый. Седьмой. Девятый. Одиннадцатый. Вот он. Одиннадцатый. А здесь лежат второй, четвертый, шестой, восьмой, десятый. Двенадцатый. А дальше пошли уже в твердом переплете. Вот они идут. И у каждого тома показано, откуда взято. На книге здесь числа 24, 3, 15. Гестава Доре. Вначале шли просто надписи. Вот так вот. А потом пошли надписи по фону. Вот это какого-то определенного фона. А белые, как есть. Один раз. Все они разного цвета. И вот такой хотел, не как. Она сидит. Бельгард. Надежда Ивановна. Через нее все издавались книги. И у нее ногти накрашены. И вот такого цвета. Вот так и сделали. А это вот серебристый цвет по житиям. Вот показал до 12. Ну а дальше идет 14, 16, 18. Мусульмане про Коран. Про все разбирая Коран в сравнении с Библией. У них зеленый свет и зеленый. Про евреев тут за 3600 лет что было сказано. Золотистый свет, любят золото. Ну и 23, до 4, до 5. Вот они идут так. Теперь вот они разложены. И вот повторный издан Новый Завет. С толкованием. С иллюстрациями. Очень интересно. Сколько здесь? Крежда 8, 24. 240. Вот таких полный лис. Это на записи, где вы видите поля. А книги, кстати, сделаны Геста Водары. 230 иллюстрации. И 10 картин из классики российской. Просто необходимо, о чем я комментарии делаю. Вот оно так все идет. Ну вот порядок здесь навели. И тогда вот Надежда позвонила и сказала. Надо тут навести порядок. Да, пожалуйста, отдать кому-то может надо. Что там? Кое-что ушло навсегда. Вот тут одна и та же картинка. Целая пачка. Целая пачка. Потому что ее не издали. Пятый том. Я добился, чтобы издали. А потом она пошла без этих. Потом можно будет отдать. Куда-то унести. Я про них и забыл, что они тут лежат. Что это за... Кассеты. Пленки. Щелы. Вот эти новые. Запечатанные. Запечатанные даже. Ну вот видишь как. Новые. Вот они запечатанные. Здесь написано чистые, чистые. Ну вот это надо отложить чистые. А потом их в сумку и унесу. Которые чистые такие вот. Тут не написано. На тот стол тогда, чтобы уложить можно. Это отдельно. Я значит их заберу. Отсюда совершенно убрать. Вот тут написано. Вот вовремя-то как. Проверите, что там. Там не подписаны они. Вот это вот. Я пришел. Требование такое. Они эту... Пятый том. Вот сейчас я покажу. Ну каждый том начинается. Вот. И тут... Моя фотография. Как автора. В каждом томе. Вот это я открываю шестой том. Что-то плохо открывается. Видите как. А в пятом томе они не досмотрели. Или как получилось-то. Вот оно пустое место. Деньги. Это современное? Современное. Вот видишь. 50. Ну тебе за работу возьми. Да не надо. Зачем не надо? Ну раз нашла ты, отдам тебе. Да сейчас тогда будем чатик рискать. Я уже еще что-нибудь найдем. Ну туда в копилку положи. В копилку вон. На милости. Ой, посмотри, что-то на пол полетело-то. Ой, бумажки. Значит вот это, что относительно занятия в университете, это где-то положить на чудо-божье. Может быть разрешат когда-то вести занятия в университете. Вот так. Вот так. Видишь, все. Вот считай, одно отделение уже почти готово. Протру и тогда обратно. Да. Я-то думал, что-то тут буду помогать. А мне тут не надо помогать. Я только мешать буду. Звонят в дверь. Я говорил, что... Звонят в дверь. В дверь звонят. Ну, надо узнать там, если кто. Скажи, если Надежда Сина, то не надо. Верни ее назад. Скажи, обошлись уже. Я думал, она дам ей будет снимать. Порядок какой. Это на выходе у нас. Вот у нас как тут. Надежда Васильевна. Отправила, да? Да. Хорошо, она выполнила. Я просил прийти, и она пришла. Слава Христу. Смотри, расклады где-то. Мы тут кое-что сразу на кочегарку скинем. Очень много ручек. Вот видите, целый стакан набрался ручек. Каждый раз по одной ложечке. Вот надо разобрать. Я кое-что сам заберу, мне писать. Я писать нечем. А здесь маленько, чуть-чуть влажное, может быть, сделать. На какую-нибудь бумажку. Ну, врастет. Все у нас с собой. А я делаю так. Бумажка. Она на бумажку прилипает, и все убираю. Сейчас я сначала смету. Подожди-ка. Вот это открыть надо, чтобы она туда не попала. Она открывается? Она откроется? Нет, нет. А теперь все отсюда. Да, вон рядышком урны. Вот так. Вот так у нас были в мягком переплете. Это на льняной основе корочки. Вот каждый том. И тут дается фотография. А на пятом нет. И тогда они издали целую пачку. Я их вначале приклеивал, а потом, когда поехали в миссионерскую поездку, то их тысяча здесь фотографий должна быть. А 600-то мы повезли тут. Некогда было клеить. Я тогда сначала закладывал, потом они выпадали, и так и не стал. Они остались. Потеря-то небольшая. Главное вопросов в этих книгах у меня 4124. Вопросы, а где, в каком томе, по какой тематике? Мы все время стали просить. Свечи. Свечи в другое место уложить их. Это не мое. Мое. Это ко мне не надо подкладывать. Здесь написано. Свеча крафтинка. Я понял. Отдайте. Это без меня сейчас подсунули. В батюшке потом отдадут, и все. Ко мне сюда, чтобы не лезли. Вот библию, я не знаю. Кто-то подложил библию. Вот здесь, кстати, книга. У нас библии таких много. Туда не ложить уже. Здесь написано библиотечная книга. Вот это можно направо здесь положить. Видите? Город Новоалтайский. Евангельские христиане-баптисты. Ну, пожалуйста. Это не с возвратом она? Я не знаю. Это отдельно складывать их. Вот они здесь. Отдельно. Как маленькая библиотечка у меня в том правом углу, так и сделать ее. Вот здесь? Да. Еще спросили, я сразу достану. Что здесь берем теперь? А вот это отдельно теперь. А вот теперь, подожди-ка, все уже заслано. Надо что-то сделать. Книги его самый дальний угол отложи, освободиться там место. Новый завет на английском языке. Все, бери, бери. На английском? Ну, бери себе. У тебя есть кому учить? Девчата растут. Скотч. Округление корешка. Это машина немецкая. Там 150 тысяч тогда она стоила. И он говорит, еще будете издавать? Купим машину. А то вручную делали. Я говорю, да. Ну, он тогда, видите, как тебе. Мне из Америки сказали, как вот изданные книги, получили Новый завет. У нас, говорит, так не издают. Настолько красочно. Настолько чистая типографская работа. Ну, и вообще все. И при том они с закладками. Вот она, видно, закладка. Закладка, которая постоянно здесь. Видите, какая бьюнок. Видели в библиотеке у Путина, президента Российской Федерации. Недели стоят. Подарены патриарху в разные королевские даже библиотеки, как в Дании. Кажется, в Великобританию отсылали. Там не знаю как. А тут были в Дании сами. Это большая-большая работа. Я всегда говорил, что по вопросу разбить по темам, по плейлистам, по папкам, кто-то сделает, когда меня не будет. То есть заново все 30 томов открытым оком. 30 томов. Вот последний. Все они разного цвета. Два, кажется, повторяются только открытым оком. Видишь, как открытым. А оком кверху. Голову поднимает. Кавычки показывают. Считать надо не вниз строчки, а кверху. И на корочке показано слово Божие, откуда взято. С указанием Библии место. Не знаю, где такое есть. В последнее 2009 году. Последняя книга была издана. Это еще в 2009 году. Хотя третий том на переиздание был в 2009 году. А это в 2010. Все. Семь лет назад я закончил издание книг. Ушло 9 лет. В 2010 году. Так. А что же первое это у меня когда было издано? Второе. Это восемь лет издано. Даже не едино. Ну, видимо. Так. Это вышло, когда подал раньше. Все это девять лет. Девять лет писал и девять лет издавал. Книги, как выходили. Всего вышло 38 книг томов. И 30 томов. Открытым оком. Плюс 3. Новый Завет. 33. Ну и этих 5 стихий. Симфония. Симфония на неканонические книги. Крестному православию. И для Слова Божьего нетусь. 40. 38. 5 и 3. 8. 38. А там еще 4 и 3. 7. 7 в интернетной версии. 7 томов. Последние 4 тома по 800 страниц стихи. Ну, там было бы по 120 страниц фотографий. Все приготовил. Но пошел в типографию и отшатнулся. Речь зашла о 2,5 миллиона сразу. А почему? Ну, как почему? Китай закупил все. Бумагу издают там. И теперь любую цену можно назначать. Это зашел отец Иоанн в магазин Суворов из Тулы. И батюшку отца Акима спрашивает. Игнатьеву подарок сделать в магазине. Что взять? Он говорит, да у него все есть. Он ходил, 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 увидел вот этот флаг. И говорит, а вот если флаг? О, говорит, это он примет. Он его очень любит, этот флаг. Я доказываю, что такого флага или знамя, назови его, не было во всей мировой истории и не будет. То есть здесь все обдумано. Этот флаг вне религиозный, как говорят, конфессиональный. Это слово не люблю. Вневременный, вненациональный. Всем подходит. Все согласны, что рождается в крови и умирает с кровью. В большинстве случаев. Это кровь. Земля. Человек борется. Страдания. Это все кровь красная. Второе. Бог дает нам задуматься. Родиться. Во грехе родила меня. Мать беззакония зачат. Во грехе родила. Вот все. Это и мусульманин, и буддист. И тысячи лет назад, и семь с половиной тысяч лет назад все одинаково рождались. Второе это думать о небе ищи горнего. Возвожу очи моих горам. Вот у нас картина такая. Тут надпись. Помышляйте о горнем, а не о земном. Вот здесь. Это вот синяя полоса неба. Все, какой бы веры ни были люди, Бога, Ра, или все верят в возмездие. Доброму добру, злому злое. Поэтому думай о небе, о вечности. И третье. Только христианство утверждает, что дальше, выше всего на небе, именно не книзу, а кверху, белый престол. Великий белый престол. Увидел сидящего на нем, и от лица его бежало небо и земля. То есть и небо, и земля. Вот это все исчезнет. Убежит синий и красный, и останется белая. А то флаги разные, там желтая, синяя, боком. Я говорю, а почему желтая на Украине? Ну, подсолнечник, ну, временная. Черная там у немцев, русская область. Здесь нет. Здесь именно сама жизнь. Вот как Мискевич говорил, земля пропитана кровью, от коры до центра. Вот это первая полоса. Здесь мировые войны. Здесь ненависть, страдания, зависть. Все здесь. И распятие Христа здесь. Без пролития крови нет прощения греха. Без пролития. И вот он за нас пролил свою кровь. Почему тут нам вот написала. По любому надежде хорошо. Помню Господа Иисуса Христа. Ранами его мы исцелились. Ранами. Кровь. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первая. Яна 1.7. И далее. Исаия 53.5. Вторая. Тимофею. 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 Это вот красная полоса. Никакие звездочки. Там конечно здесь. Чтобы не было этой двуглавой уродливой птицы. Что сейчас придумали на этот флаг лепить. Чистая вот такая. И вот привезли мы ее повесили. И не открываем. Она хорошо на зеленом фоне. Это окно. И она закрыта. Шторка зеленая. Вот так. Я объясняю попутно. У нас идут занятия по изучению Святой Библии. Вот можете позвонить по телефону. Код Барнаула 385.2. Если не ошибаюсь. Пупков Сергей. Трижды в неделю. По полтора часа. Сейчас. По Святым Отцам. Библия изучается. Толкование. Блаженов и Филахта. И полчаса. Вопросы и ответы. Вот сколько у нас. Слово Божие. Вопросы и решили вязать. Вот в каждой пачке 8 или 10. Ну в среднем так. 8-10 книг. Сюда много не положишь. Это когда массово мы отправляли. Тогда распечатаешь. Сейчас распечатаешь. Половина. Четыре книги остаются. И вот вверху мы их здесь кладем. Их легко брать. Номер написан. Какой. Вот здесь кончается. У нас стали раз. Тут некоторые книги кончились. Стихи просто лежат. Их нету. Лежат, чтобы только показать, что было. Нету. Симфония на житя святых почти кончается. И первого тома практически нету. Тут есть некоторые книги, которые кончились. Но еще можно взять. Стихи-то есть немножко. Ну, что значит немножко на страну. В прошлом году только один номер отправил в Испанию. В Испанию не отправляли. А так во всех столичных городах Европы. Везде мы проехали до Лиссабона. Там есть. Вот так. Журналы, газеты. Все, все, все. Все документы. Вот всякие сюда. Надо посмотреть именно о чем. Вот они лежат и лежат. Вот путевки. Все какие находились. Вот это отдельно, которое непонятно, что путевки по лагерю отдельно. Я заберу. По лагерю. Потому что лагеря сейчас нету. Но кое-что сохраню. Уничтожать не буду. Мало ли? Там есть благодарности, характеристики. Бланки. Бланки. Так, пустая. Чистая. Чистая. Это моя. Это редко осталось. Вместе. Вот это вам тоже. Да, да, да. Это мой переплет. А то вот я переплетал раньше. Видите как? Здесь выдавы гравированы. Буквально выдавлены крест. А то у меня из рога оленя было сделано. Вот наводить. Видите как? С круглением. С капталом. Вот сбоку который. Вот какой материал. Какие корочки. Это бумага. А это лидерин. На уголках. Ну и покупал тетради. Тетради покупали мы там тысячами. И вот она 508 страниц. Переплетена. Сам обрезал. Вот. И видите как? Первая страница с фальчиком. Форзац сделан. Переплетчик-реставратор. Клик старинный. Видите как все сделано? Вот здесь лидерин. Вот это синий. А это переплетная бумага. Сколько переплет? Ну примерно 3000 томов. Вручную. Они научили меня мало спать. Потому что я слушаю начитанную Библию. Святых отцов. А сам это время переплетаю. У Елизарова профессора костника. Высчитал. Он говорит. Днем я веду занятия как профессор. А в ночное время работаю в мастерской. Там разные тащу. Что для вытяжки костей надо делать. Вот. Это я разберусь. Можешь ложить. Потом я разберусь. Это здорово будет конечно убрать. Они у меня мертвым грузом лежат. Ты правильно сказала. А у меня не будет. Ну должен. Старожевая башня. Видите это. Старожевая башня. Вам понятно откуда это. А мы тут раздавали их. Мы не боимся. Баптистские журналы. Подписка за год. Отдельно. Очень хороший журнал. Душа. Вот один номер тут. Вот сейчас был у нас престольный праздник. Приехали священники. И от митрополита привезли нам подарок. Две пачки. А в каждой пачке я не знаю. Наверное около сотни. Сколько там журналов. Ну толстые пачки. Раздавали. А вот это вот смотрите. 58 года. Мэ Ап. Это не Алевтином Пантелеевном? А кто это? Ну я не знаю. Мэ Ап. Может быть Алевтина Пантелеевна? Нет? Не знаю. Нет. Как у нее девичья фамилия? Нет. Нет? Не она? За Маева она была. Ну вот. Мэ. Все подходит. Вот смотрите. Стихи. Смотрите какой почерк красивый. Ну-ка. Христианские стихи. Здесь песни. Ну это надо показать ей. Чтобы она сохранила. 58 год. Представляете. Отдельно где-то. Непонятную сторонку. Я отдельно этим займусь. Видишь как ты догадалась. Я бы даже не подумал. Она теперь-то Петеримова. Жестокий символ веры про голубей. Голуби жестокие птицы. И глупые. А вот я люблю голубей. И написано. У злого человека голуби не водятся. Это про лагерь. Понятно отдельно складываю. Я потом разберусь. Пишет кто-то про лагерь. Про лагерь я все сейчас. Хорошо. А это вот такие вот газеты маленькие. Вкладыши. Здесь Алтайский государственный университет. Это первый университет в Алтайском крае. Вот батюшка крещение проводит. Одного студента. Уже с бородой был. Видите как выглядит. Тут объявление уже было. Вот такие шлюны, занятия. Газета за науку у них издавалась. И вот такие материалы. Это вот так крещение я издавал. У них 999. У тысячи экземпляров. А я договорился. Клименко Владимир Федорович. Там у них главный редактор. И издавал сразу вкладыши. Вкладыши можно было сделать больше. А по 25 тысяч. Сразу платил. И прямо из редакции забирал. И вот здесь видите. О покаянии. Спаси Господи. Это все. Все материалы. Находятся у меня в книге. К истинному православию. Видите как постепенно готовился материал. Я его издавал раньше. До издания книг. От лжи. И прочее. Вот здесь отдельно. О посте. Это отдельный материал. Видите какие у меня. Это Алексей Загуляев. Бланки такие устроил. Видите как. О посте. Вот к истинному крещению. Приятно вспомнить. Вот здесь о семье. Видите. Это все. В книге к истинному православию. Пришли старообрядцы на занятия в Алтайский технический университет. И говорят. А если бы книга издать вам не в газете. А зачем я говорю. В газете есть. Ну я говорю. Я не против. А кто верстать будет. А что такое верстать. Я ничего не знал. А потом сам уже версткой занимался. И в фотошопе. Ну у нас хорошие программисты. Всему научили. Тема о священстве. Вот здесь вот отцы и дети. Видите как. Вот. Гордость папства. Это все абсолютно. Ну я так много печатался тогда. В межской литературе. А потом вдруг исчез. И меня спрашивали. Куда вы делись. Книги издаю. Книги. Вот эти материалы. 14 материалов. Я их давал на рассмотрение. Осипову посылал. Алексею Ильичу. Он одобрил. Ни одного замечания не сделал. А в Лос-Анджелесе я жил на одной квартире у Орлова Никиты Феоктистовича. Который стал митрополитом зарубежной церкви. И он очень строгий был. Там архиепископ Антоний у них. Тоже Антоний Сенкевич. И я ему эти материалы все давал. Он читал. И все одобрил. То есть они благословенные. По четырем параметрам. Что по этой теме говорится в Святой Библии. Да. Вот об абортах. А там не присылали. Мы распространяли их тысячами. Может какого-то ребенка даже и спасли. Эти материалы у нас вот издавались. Я говорю, мы разносили и давали. Не было ни брошюр, ничего. А потом пошли занятия в университете, в униститутах, техникумах. Мы приходили туда с целыми рюкзаками книг. У меня было очень и очень много литературы. А кто помогал? Помогал Миллиант Александр. Это в Лос-Анджелесе. Он издавал разные маленькие книги. Брошюрки книги. А вот интересно. Беседа православного христианина с Баптистом. Лествица. Это старобрядцы издали. Проповедник Игнатий Тихонич Лапин. Старобрядцы издавали. То есть мои материалы издавали разные-разные, как говорят, конфессии. Конфессии нет. Есть ересь. Ну, это старобрядцы, это православные. Они пришли, они подтолкнули на издание книг. На издание. Где-то я хотел показать одну из брошюр. Александра Миллианта. Где-то вот здесь вот это было. Давайте, как называется. Нет. Перед судом. Боже, как я все привез. Это пожар попал. Нету, где-то не видно. Это эхуминизм. Вот такие маленькие были. Подожди-ка. Вот. Нет, не это. Не это. Еще молитвы. Вот. Слава Богу за все. Это они там издавали. Он меня провел в своей типографии в Лос-Анджелесе. Мы там с Татьяной Орловой ездили. Он был сотрудник космической, там, какой, организации НАСА. Аргентинский епископ. Это все газетки. Но это надо разобрать. Вытащите. Это потеряете. Это все разные, да, потеряете. Кому-то может раздать. Вот они. Я любил вырезать из газет. Про нас писали много. Это отдельно, честное слово. Честное слово. Тут тоже статьи хорошие были. От них были корреспонденты у нас тут на свадьбу. А вот это что, о чем? Ну-ка. В своих книгах Лапкин ответил на 2900 вопросов. Вот она, видишь как. В Алтайской правде. Это 2005 год? 2005 год, да. Ну да, видишь как вот. Я зашел, а там сфотографировал фотограф, где-то. Я посчитал. Он у меня до 100 с чем-то фотографий сделал у меня. Каспришин. Все это отдельное газет. Это все газеточки. Да можно, по-моему, вот сюда вот положить. Этой газеты. Ну, такое все. Все здесь про лагерь, про деревню. Да, я разберу. Так, это по крещению. Это можно оставить здесь, потому что внезапно кто-то приедет и скажет, а о вас что-нибудь известно где? Ну вот. Вот заявление. О чем она? Я являюсь членом Преставодвиженского правоохранения. Это для кого в армию берут. Заявление. Видите, подожди-ка, я покажу сейчас. Вот заявление. Какое у нас же подавали всегда присягу. Где об этом говорить? Какой федеральный закон разрешает альтернативную службу? И у нас не берут люди. Это оставить здесь. Даже проверять не буду. Оно нужно. Что-то заберем. Туда же опять. Открыт в обке стере, можно покрестить. Это какое? Время и деньги. 96-й год. Газеты. Это то есть, ну, тут посмотри на скидку. Тут что-то говорится, что откуда материал-то взят про нас. Да, прописано, да. Этим решением церковь косвенно признала справедливость упреков православной общественности, наиболее ярким представителем которой на Алтае является Игнатий Лапкин. Видите, тут много было газет. Много. Центральные газеты писали, аргументы, факты, комсомольская, парламентская газета. То есть материалов у нас было очень много. Из них, из документов, вот из этих, составлена книга. Для слова Божия нету. С каждой книгой 752 страницы. Вот она где. Это я на площади перед микрофоном. Готовились громить коммунистов. Очень интересно. Очень интересно. Я в это время оказался на проспекте. Да лиховато. Меня увидели. Я гляжу, ко мне милиционеры тянутся. Они у меня под руки и накапли другую. Я первый там выступил. И после выступления как-то все утихло. Мне эти говорили, демократы говорят. Они в эту ночь готовились с коммунистами тут поговорить. Вот так. Тоже газеты. Все печатали. Где же я депутат? И дикторжу закона. Коммунистическая, КПРФ, газеты наши, материалы все печатали. У меня было в это время три радиопрограммы. По эфирному времени я стоял на первом месте в Алтайском крае. Одна из них, ну две, как говорят, онлайн сегодня. Часовая программа воскресная. Прямо в прямом эфире. Вопросы, ответы. Представьте, три программы. Радио, еще и телевидение. Пять университетов, институтов. Техникум, все. Тринадцать школ. Фабрики, все охватывали. Заводы. Прокуратура, милиция. Пять отделов городских, это районных в Барнауле. Городской и Краевой. Это все мои были. Я вполне мог сказать такими словами, которые есть. Один раз, как в Библии встречается. Слово некогда. Времени нету, в смысле. А мне некогда. Что интересно, люди часто употребляют его, не понимая, что Библию писали примерно 40 авторов в течение 1600 лет. И это слово только один раз было произнесено, произнесено Марком 6.31. Было такое скопление народа, что и есть некогда было. И Господь сказал, отдохните немного. Они ушли в пустынное место. Один раз. Значит, все остальные дела можно как-то так сделать, уменьшить. И все будет по-другому. Велик день до Пасхи. Вот этот Велик день. В каждой камере здесь было 1700 человек. Я 17 лет сотрудничал с тюрьмой. Здесь вот сколько говорю. И люди, которые ничего не делают, просто завидуют, скрипят, пыхтят. А нам было это интересно. Шла работа. По милости Божией. Ну, целый том. 750 страниц из документов. Из газет какие печатали. Конверты. Сколько раньше? Конверты. Надо возьмите. Я никуда не пишу теперь. Возьми себе. Здесь в один положи. Где-то кому-то что-то дать. Отложи отдельно. Хорошо. Отложи. Я тут буду говорить, что можешь взять. Вот в которой в нескольких экземплярах. Это ясно делал один экземпляр в Амбиблию. Вот они в разных вариантах. Вот это есть. Лупа ваша. Не потеряли ее? Вот это не трогать. Это где-то отдельно. Мне другой раз посмотреть надо. Я раз, уличительное стекло. Линейка уже вторая. Вот. Вот что такое журнал? Ну, журнал охрана. Еще особенного охрана. Что он такое написано? Кто? Кто издает ее? Министерство внутренних дел. Посмотрите. Ну, это так. Ну, а что такое? А вот что такое? Почему это? Тут огромная статья о нас. Посмотри. В журнале. Потеряевки огни не покажут. Ну, вот я стою с отом Александром. Вход въезд в Потеряевку. Представьте. Это не просто статья. Она большую премию взяла. Это вот Оля стоит. Вот в Потеряевке. Как Виктор Николаевич детский лагерь. Это у нас за трапезы. Вот здесь Наташа Приходько, Зиной Московой. И что интересно, приехал Галенко, корреспондент УВД Алтайского края. И с собой взял секретаря. Это у Игоря. Овечка объягнилась. Это наши пианино играют. Это общая фотография. Это глава администрации района приехал. Ну, Беленко, кажется. Беляев. Старостодерение. И батюшка. И вот приехала Александра Морозова. Как тут написано где-то. Это секретарь городского УВД города Барнаула. По нашей форме. Одета. Ни слова нигде не сказала. Так интересно. Договорились встретиться утром ехать на автобус на остановке. А тут маленький дождик идет. Я подошел на остановку. А Галенко, Влада нету. А он с секретарем. Можно я девушку возьму? Можно. Ну, а он-то подвел ее. Она пришла, видно, в брюках. И он ее так как бы прикрывает. Она к стенке прислонилась спиной-то. И видно, что там эти... Ну, переодевает на себя что-то штанишки. Там недалеко-то не видать. Она между рук у него стоит. Как будто он ее к стене прижал. Стоит. Она там переодевается. Штаны или что снимает. Ну, со стороны такая картина, что хочешь, то и думай. Она такая веселая. Вот она переоделась. Смотри, секретарь городского УВД. А вот начинается когда заголовок-то. Самое интересное. А почему это милицейский журнал о вас печатает? Да. Да не просто так. А вот прочитай заголовок вот здесь. Это материал о деревне верующих. Казалось бы, при чем здесь охрана? Но судьба одного из героев, Игнатия Лапкина, была связана с вневедомственной охраной, откуда и ушел он на пенсию. Вот почему. А это Министерство внутренних дел издается. Смотри, вверху написано. Номер первый такой. Это Министерство внутренних дел. Вот такие журналы. Ну, как я называю, путинская газета, российская газета. Учредитель правительства Российской Федерации. Ну, это немало. И там с разворотом. На нас огромная статья была. Статья сильная. У нас нападки были. Ну, найди куда-то. Не нужно, может быть, положили. Это написано. Можешь выбросить что-то. А что это? Не знаю ваш почерк. Не знаю. Мне подъезжал. Чужой человек убрать. Это поздно уже разбирать. Выйти. Угу. Иконы все вот сюда складывались. Хорошо. Российская газета. И она написала статью. На нас сильное давление было. В 98-м году. За два с половиной... Или за... Ну да, за два месяца фактически. 15 комиссий краевых. И сказали, шапош нечистой силы. Снегирёва. Ну, Российская газета. Понятно, что это... Нифика. Нифиговый листок-то. И тут сразу разбор на уровне губернатора. Вызвали фотографа. Чьи фотографии. Волобоева Александра Павловича. Вы куда давали такие фотографии в российской газете? Он говорит, нет. А кто эту статью написал? Ну, это корреспондент их. Их. Российской газеты. Сразу же приехало, кажется, три машины. Там Волги или какие. И заместитель губернатора приехал. Шохет. Вот я никого так близко не знаю, какие он. Он мне операцию делал. Доктор медицинских наук, профессор там. И он приехал. И осаду с нас сняли. Вот что интересно. Солдан был еще с ним. Приехал тогда еще Петренко Владимир Сергеевич. Вот это от КПРФ. Он был главный идеолог КПСС в Болтайском крае. То есть очень такая значимая комиссия была. И все. Все замолкли. Санэпидемстанция. А сейчас Роспотребнадзор. Они буквально рвали нас на куски. И ничего нет. Ни одного больного. У нас колодец там где сделан. Так мы колодец делали с крышкой. Крышку наварили. И у нее борта. Наверное, полметра. До самой земли. Чтобы никаким образом не могли впрыснуть в колодец яд. Мы боялись их как извергов. И вот этот Яков Нахманович приехал. Его зовут Наумович. Нахманович. Хотя Наум это еврейское тоже есть слово. И осаду снял. Мы сидим. Ага. Это оставить где-то. Что это означает? Кто говорит у нас здесь, уступает. Ему дали в руки. Чтобы видно было. Это надо где-то положить. И сейчас кто говорит. Раз. Она перед собой держит. Вот так вот. Когда мы ездили. Мы находимся в Италии. Раз. Перед собой держим. Ходим и держим. В Азербайджане мы где-то. В Турции. И написано. На бумаге заранее вот так написали. И где-то мы купаемся. Вот так. Видишь как придумано. Вот так. Видишь как много. Третьяков второй раз уже. Надежда Васильевна писала. Первая потеряла может быть. Любое что здесь написано. Оно как-то нас касается. Каким образом нас касается. Это надо смотреть. Иногда очень важные статьи. Вот об аборте. Подсчетная грамота. Видите. Все лежит. Я не знаю. Это теперь отдельно. Надо разложить. Чтобы вошло. Остальное я заберу. Я бы ничего не разобрал здесь. Опять. Постоял и ушел. Я все считаю важным. Нужным. И опять бы сказал. А не буду трогать. А вот теперь я вижу что. А эти куда-то документы. Для почты. А еще это. На почту отправлять. Когда заполнять. Вот. Не надо наверное нам. А сейчас нету этого. Дома. Ну ладно положи. Может быть так. Да. 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 Пакеты мы отсюда отправляли. Вот такая маленькая комната. А здесь. Когда книги мы здесь собирали. Это сразу 4,5-5 тонн. Тон отправляли. У нас ставка была в шахтах Ростовской области. А потом в Калужской. И оттуда мы каждую неделю заправлялись и уезжали. Вот. Уезжали. Прошли около 600 городов и районных центров. 33 года. А 4 год. Прошли от Владивостока до Лиссабона. Это не игрушка. Где мы ночевали. Как вспомню. Особенно в Швеции как было. Машина поломалась. Дрожь по телу. Ну вот видишь я не мешаюсь. Вспоминая случай как в школе было. В каком классе не помню. Наверное во втором. Примерно. Учительница мне пятерку поставила по пенью. А я не пою. Вот газета. За науку. За науку. Вот она. Это газета за науку. Алтайский государственный университет. Это не случайно что она здесь. Это то там где мои статьи печатались. Ну-ка посмотри статья где это. Ну-ка открой-ка. Вот на вы. Так. Навскидку. Посмотри где. Где-то надо увидеть. Просто так. Это никак. А первая страница. Где-то какая-то статья должна быть. Ну ладно. Перекинь-ка. Нет. Тут уже что попало. Ну не знаю. Это надо. Надо увидеть просто. Рубцов с город студентов. Итак что вызвали главного редактора. Там и говорят. Так у нас газета что для Лапкина что ли? В каждой газете статьи. Но они что-то там делают. И вдруг меня спрашивают. Я отвечаю дальше. Надо посмотреть. Если ничего нет. Это значит совершенно лишнее. А так. Вот они лежат газеты. Еще ради она тут лежит. Это газета за науку. Так. Ну вот здесь вот есть. Ну вот. Помечено. Ничего лишнего. Помечено. Что тут? О чем здесь? Ну-ка. Сунотой или ничего лишнего. Таким заголовком. Погромче. Сунотой или ничего лишнего. Под таким заголовком. Под рубрикой. Обычаи наших соседей в номер 5 за науку. Была опубликована заметка. Которая вызвала неожиданно по сути закономерный отклик. В лице одного из постоянных читателей газеты, выдающегося знатока Библии И.Т. Лапкина, который существенно дополняет этнографическую зарисовку, разъясняя происхождение. Заглавил там знаток Библии, этнографическую зарисовку выдаёте. Ну правильно. Они об обрезании говорили. Да, обрезание правильно. Обрезание. Это для студентов. Тут где-то есть, нет у них это количество экземпляров-то. В конце, наверное. Вот здесь вот где-то. Здесь 199 было. Вот здесь вот проверили. Тираж 800. 800 сбавили, значит. И вот, видите, сколько у меня газет таких. Это мои статьи у них были. То есть, а это бывает на мою статью. И опровержения были ни разу. Я вижу, что знания их очень и очень мелкие, которые пишут. Я начал с Египта и далее всё. Вчера много прочитал о Хвольсине, Данииле Абрамовиче, переводчике Библии, о Павском. Фотографии отдельно сделал там номера такие. Это всё за науку разные номера. Вот это газета одна. Ну как, откроется. Одна и та же. Та же самая? Нет, это другая. Это другая. Здесь вся одна и та же. Одна и та же. Но значит, это для кого-то я готовил это. Ой. О чём здесь? Вот она. Моя религия. Вот она, вот она. Свобода выбора, уроки истории. А окончание? Вот представь себе, какая большая статья. Начало в номере 10. А это номер... Это номер 11. Ага. Ну а о чём тут примерно-то? Свобода выбора, уроки истории. Вот первая часть. Ну ещё. А это вторая. А это вторая. Предисловие. Два с половиной миллиарда рублей, вот минимальная жертва за игру в выборы, в избрание благодетелей и угнетателей неприкасаемых. Как же человечество до нас признавало над собой лучших из лучших? Академик Раунштейнбах БВ пишет, если были времена, когда от людей скрывали прошлое, из атеистических соображений пытались изолировать церковь от общества. Из каких-то других соображений было запрещено читать, изучать. В конце написано, нет? Кто писал? Игнатий Лапкин, православный проповедник. Продолжение следует. Продолжение следует. Видите, вот первое, вот какая я показываю. Какая огромная статья. А газета-то совсем небольшая. Видите, какая большая статья. Это политического характера. Какой год, год хочу посмотреть, в каком это году было. Не вижу нигде. Еще нету? Учередитель. Не может быть. Обязательно должно быть где-то. Может быть на вот это есть? Ну, это в каком году я печатаю? Продолжение. Так, что там сделали. Вот, 2000 год. 2000 год. Видите, когда. Туда буквально все газеты Алтайская, Правда, Губернская везде печатались. Аргументы, факты, Комсомольская, там я говорю, где. Статья очень большая. Свобода выбора, уроки истории. Если это гуманитарный университет печатает статьи, ясно дело, что, ну, лучше это они еще не нашли. Да и нет никак, здесь все было взято. Я очень серьезно относился к своим материалам. Лежал как-то в больнице и написал при уличном свете фонарей. Не видно даже, чуть-чуть бумагу видно было. Я написал две большие статьи. Ну, а потом газеты это стали печатать. И мне почему-то поблазнилось, что я там на 1713, 1713, а 1714 им сказал. Я побежал в редакцию, еще не начали печатать. Достали там грантки, проверили, нет, ошибки нет. Разница один год, никакой роли нет. Два века назад, но для меня это очень много значит. Потому что мне говорят, по вашим материалам диссертацию защищают. В Германии даже. Это все было оставлено. Я сейчас полностью. Раньше было у меня МФ, морфлот. МФ. А сейчас у меня молитва и форум. Ну, под форумом имеется все, что в интернете есть. Ты напомнила мне столько буквально? Вот маленькие такие. А что оно маленькое означает? Что-то написано? Это тоже про публикацию. В Алтайской неделе прошла информация о том, что при освящении Шио Антонио епископ Барнаульский Алтайский в одном из своих выступлений заявил, что креста Возвиженской общиной русской православной церкви за границ представляет одну из зарубежных христианских конфессий и к православию никакого отношения не имеет. А дальше-то статьи какие? То есть, епархия покаялась, он принес извинения. Написано? Да. Пресс-центр Барнаульской епархии доводит до сведения читателей, что вы, сказанная владыкой, эта публикация грубо исказила. Так же, как и высказывание о старости креста Возвиженской храма РПЦЗ за границей Гнатий Лапкиной. Редакция приносит извинения. Да. А то говорит, а вот он поминал там вот такой, ну это Антоний был еще, Антоний Масендич. Ну говорил, исказили его слова умышленно, не другие. Разные газеты-то. И он тоже принес извинения. Три раза газета, епархиальная, тогда она газета была, принесли извинения. Много журналов Душа, Алтайская миссия. Вот это, по одному номеру я сохраняю. Ну тут их, вот я сюда их вожу, и тут уже очень много, видите? Вот журнал Душа. Вот, видите сколько? Это Рыжков Олег Дьякон издает. Прекрасный журнал. Раздайте по одному. Его одно время даже где-то запрещали, что-то он там сказал. Ну. Это отдельно, видимо по телевидению, или что там это, Маик. Христос умер. Это вот где вот эти вот? Это отдельно, тоже, плакатом. Наклейки. Его по отдельно будут лежать, я ими займусь. Календарь 17-го года. Прекрасно. Скоро закончится, надо дарить. Куда я не знаю его. Это детский календарь. Ну где-то журналом приложить можно. Где, вот сюда детский календарь. Давай, я может быть пошвел кому-нибудь. А там кто? Вот это. Это вот Максим. Это Максим тогда был. Павелся в Потеряевку. А Потеряевку мы сидели, он говорит, я готов на вертолете полететь. А батюшка говорит, да садиться негде там. А кто это? Да распетрушил Патриарх. Патриарх. Что у вас там еще не ладится-то потеряет? Объявление о лагере. Ну надо отдельно положить, потому что это все может измениться. То, что они сегодня на лагерь напали, а завтра они могут внезапно все снять. Это очень быстро делается. Они поймут, что такого лагеря уникального никогда нигде не было. Никогда и нигде. Как сегодня по книгам, по-моему, люди, которые считают, и возьми. Андрей Токураев, ты слышала, какой он отзыв дал? Нет. А? Нет. Он где-то выступает, где я так и не узнал. Ну видно, там люди, там голоса идут. И он задает вопрос, а вы знаете, кто самый знаменитый, там самый великий миссионер современности? Я не знаю. Это он называет Лапкин Игнатий из города Барнаула. Представьте, Андрей Кураев-то. Ну и все спрашивают, где, как, что. И он тогда говорит о порядках наших. И понимаете, вот этого человека особый пиетет к священному писанию. Православные. Какие строгие правила у них, как одеваются. Он все это говорит людям. И один из слушателей, видимо, он узнает точно где и пишет мне письмо. А он преподаватель государственной академии и университета. И ведет занятия в епархии. Соболев Юрий, город Красноярск. И у нас такие связи установились, никак он не приедет еще. Вот эти тоже раздать надо. Ну да. Вот сколько. Это Андрей Кураев. Это в интернете стоит. Просто говорите, Андрей Кураев и Лапкин. Два слова. В гугле. Забей туда эти слова. И он говорит, вот на Лапкина нападает. Почему? А то, что, говорит, он, невзирая на лица, все им высказывает, священникам-то, до патриарха. Ну, в этом-то весь смысл. Когда мы не людям угождаем-то, а тому, как Бог велит. И он это все подчеркнул. Притом, говорит, Лапкин-то ничего не выдумает. Он поднял, говорит, целые пласты, которые нами забыты. И особенно, говорит, он много делает выписок, там, о спорных вопросах, о мощах. Как святые, а это вот все симфония на житие святых. Святые все запрещали что-то от них отрезать и брать. Патриарх один очень дружил с Симеоном Столпником. 1 сентября житие, читайте. И рукоположил его, не касаясь руками. Снизу стоял, а тот на столбе рукоположил. Вообще, для чего, чтобы тот мог благословлять, патриарха. Вообще, невиданно. И когда он умер, и он решил мне на память несколько волосинок из бороды взять. Патриарх. И рука сразу отсохла. И он опять волосы приложил на место к бороде. А сегодня режут, кромсают, как говорит, нанотехнология, Андрей Кураев. И Лапкин, говорит, он ничего не придумал. Он просто берет оставленные, забытые нами, целые пласты. Ну, Андрей, в то время еще не гонимый был, профессор, там, в Академии, в МГУ преподавал. Вот, а то потом они его. А когда на него напали, я говорю, отец Андреев, приезжай, у меня сухари насушены. И показываю на кровать, говорю, и нары рядом. Не палате, а нары. Там смеху-то было в интернете. А пишут, говорит, отец Андреев, поезжай. Я говорю, он приезжает, я с тебя лишний вес-то сниму. У него излишки веса. Так интересно. Ну, отец Андрей, говорит, если за вас, говорит, уже Игнатий заступается, они вам ничего больше не сделают. Ну, и правда, от него они отлипли. Там отзывов столько было, и все смешные такие. Он профессор. А я везде подчеркиваю, у меня нет никакого образования. Вот, посмотри. Это фотография, это чего-то стоит. А, Надюш, хорошая. Да, хорошая. Босиком, ты его заметила? С посохом. И посохом. Это Кряжев. Фотограф из Реоновости. Что такое? Русское информационное агентство. Приезжал. И, как правило, фотографии всегда берут, которые статьи, она занимает первое место на конкурсах. Вот этот Влад написал статью, говорит. А она получила главный, вроде, приз от Останкина. Да это не наша оценка-то. А вы, говорит, хвалитесь. Хвалящееся написано, хвалить Господом. Это все благодать Божия сделала. Без благодати это невозможно. Я вчера одним файлом рассылал батюшка тот самый. И все говорят, так это сколько же стихотворений-то написано? Да это больше, чем у Пушкина, у Лермонта. Они не знают, больше, чем у Лермонта. А Пушкина не Красовый Блока. Больше. 3467 по 9 куплетов стихотворений. 4 тома по 800 страниц. Притом, каждая строчка занята. 42 строчки на странице. Я говорю эти цифры, потому что математика. Это не случайно здесь, что? Счастье жить не по лжи. О чем речь? Семья дроботов фотографий. Ну-ка, что там? Сейчас. Это опять наша Анас. Среда обитания, вечерний Барнаул, 11 год. Каждый человек видит и понимает счастье по-своему. Но есть универсальные категории, без которых оно кажется невозможным. Ну понятно, все. И на примере семьи дробот. Ну вот, видишь, это наша. Настя и вот четверо ребятишек, вот Иван. Видите как. Это члены нашей общины. Может, это Насте подарить, может, у нее нет? Нет, это не надо. Это нам привезли ее. Это у меня архив. Кто бывает здесь? А теперь попробуй найди ее. Газеты не найдешь. У меня архив. Вот это архив. А много ли у меня архив? Я скажу, сколько. Высоту, если сложить одна на другую, кажется, 13 метров. Я посчитал образно примерно так. 750 килограмм. Надеюсь, представь себе. А где это у вас еще? Газеты. Это в Потеряевке у меня. И написано, крупно, красиво, для будущих поколений. Ой, какие иконы хорошие. Генки, Генки, Генки. Это журналы, иконы, которые я сам привез из Жорданвиля. Да, вот в рамочку, когда встали. Каждую камеру заносил я. Очень красиво. Это остались уже никуда не трогать пока. Вот она одна. А вот смотри, Алтайская правда, местная газета, центральная. Раскрой. Есть только миг. Вот полностью страница. Вот она какая. Есть только миг. А еще до 4 апреля православно отметили Пасху. Еще тут немножко где говорится. В ночь субботы на воскресенье пасхальные службы прошли во всех храмах. Ну, как-то по-особенному тепло. Пасху встретили в селе Потеряевка. Понятно? Когда это было? Это Алтайская правда. Апрель 11-го года. Видите, какие газеты. Это Анфиса. Вот она. Это тут батюшка с ягненком стоит. А здесь петухи дерутся, ребятишки смотрят. Да. Ну, не мы же сами печатаем газеты. Там прям аж умирает, когда узнает. Ой, вы хвалитесь. Ну, когда есть чем хвалиться-то. Да. Что люди находят утешение. Говорят, все пропало, пропало. А нас посмотрят, говорят, искорка возрождающейся России. Это приглашение какое-то. Документы положим. В библиотеку. Вот, видишь как. Ну, это никуда отдельно в бумаге убрать. Никуда я бумаги сказала чистые. Надо еще угадать. Вечерний барнал. Ну-ка, открой, что там есть? Сейчас поищу. Это не просто так газета. Это счеты где-то там есть. Сама ставит рекорды. Если только никто эту газету не подсунул. Так, ну-ка, выкинь эту. Это, видать, к нам отношения не имеет. Это вкладыш. Навыки, поздравления, воспитание. Нет, это газеты просто так подсунули. Я не вижу статьи. Да, вы всегда же галочки ставите. А, ну-ка, здесь же. Первая стипендия. Ну, все. Пожар на оптовом рынке. Все, скинь. Это она, вечерний барнал. Бывает, такие попали. Это тут распечатанные стихи написано. Ваши стихи. Надо узнать, развязать. Там распечатаны, вот они. А стихи, да? Да. Это мои стихи распечатаны. Да. Заложи отдельно. Завяжи. Вчера интересно. Выдает интервью режиссер по Матильде, учитель Алексей. И он упоминает Серебридского Кирилла. Тот тоже. Серебридского. Тоже режиссер и историк. Ну, еще. Стоило только зарядить этот, он как писатель. Он обо мне большую статью написал. О, как бы боком выходит на Матильду. На, не на Матильду, а того, кто там есть. И он именно берет то, что я говорю в книге «Для слов Божия нет уз». А я через книгу, фильм «Отверженные» Виктория Горго, который я посмотрел. И он там сильно развивает тему «Франция и Россия» на основании моей биографии. Ну-ка, что тут такое? Старый какой-то. Что тут такое? Проклят человек, который, надеюсь, на человека. Кто написал? Лапкин. Понятно? А какая газета? «Молодежь Алтая», 93-й год. За какое число? 23 апреля. Эта статья написала про Ленина на апрель. И он автор там Глушенко. И он говорит, я дал как-то объявление или как-то. Ни одного коммуниста. Это какой год-то? 93-й. А, уже партия отошла. Ну, распустили тогда Верховный Совет. Да, уже второй год без партии были. Ну-ка, открой-ка. Это ты стоишь-то, а? Да-я-я. Надюша. Это была свадьба у Шинко. Так это, послушай, так это ты же стоишь. Ну, я, я, Кристина. Кристина. Это что? Свободный курс. Какого числа? 3 февраля 2000 года. Видишь, как? Целая газета. Светные. Тут батюшка ведет молодых. Это все вот они все одинаковые. Одну я возьму. Ну, ясно дело. Остальное спрятать их больше нет. Посмотрите, как у нас одеты. Мне однажды пришлось так, знакомая свадьба была. Ну, вполне могла, могла быть. Я имею полный, там что, вот это что дальше? Вот это вот. Это мы сейчас смотрели. Это сейчас смотрели, да? Да. Крупра Ленина. А это все то же самое про свадьбу. Про свадьбу это? Да. Ну, так крым. Свободный курс. Вот она. А, это она самая. Она самая, да. Вот так. Невесту одели так, как будто в одном бюстгальтере. Все просвечивается. И я не могу поставить даже в интернете это. Вот он у нас как одет. Вот. Еще раз говорю, здесь вот, в вашей фотографии, вот так и должна быть одета. Потому что у меня много знакомых мусульман, и как показать такое? Ведь человек этот долго был около нас, даже знаем все. Ну, это жениха и его обстановка такая. У нас, которые бракососочетания, этого нет. Ну, у Виктора, посмотри, как я, она одета. В хиджабе. Божья матерь, в хиджабе. Так, все тут. Письмо. Это Краевая Администрация Городская поздравляет нас. Это Евтихий. Епископ. Наш епископ. И он у нас, что он пишет тут? Где-то он тут был, ездил и говорит, когда я приезжаю сюда, как много, я здесь получаю заряды для себя в наших общинах. Он был 13 лет у нас епископом. Ну-ка, посмотри, куда положить. Там, кстати, где-то есть про нас. Ну-ка. Нету? Нет, есть обязательно даже. Ну, здесь что-то все про РПСЛЗ. Можете читать, надо, может, и есть что-нибудь. Ладно. Что-то надо посмотреть, может, на первое. Епископ и психи Курочкин. Так, это стихи. Видишь как? Газета. Тут вам обращение. Это вот документы. Это вот тут все лежит. Не урони, иначе тут не соберешь. Крым становится вторым Косово. Почему она здесь? Что там написано? Написано глушь. Ну, здесь где-то для Глушков. Это комсомольская правда, да? Да. Тут надо найти какая-то статья, почему она здесь у нас газета оказалась. Надо посмотреть, заранее подготовлено, потому что так экспромтом считаем. Может, это будет для Глушкова написано? Может, про похудение? А, может быть, для него статья такая. Написано Глушкову. Вот, Глушков. Ну, вот, значит, ему ее отдельно где-то положить. Так тут все надо отдельно, вы все говорите, отдельно, отдельно. Полок только нет, если каждому отдельно. Ну, он не примет, он сразу в обиду полезет. Горькие плоды сладкого плена Зои Крахмальниковой. Вот интересно, я переплетал, и в это время по радио услышал, передают. Я на них говорю, смотри, материал-то мой. А дальше слушаю, и нет, встречаюсь со словами, которые я не употребляю. А кто же это? Зоя Крахмальникова. Зоя Александровна. Она сидела здесь, высылка у ней была. Я сразу команду составил и поехал, фотографа взял с собой, поехали, и мы с ней познакомились. Ближе у ней на дому встречались. Там пришла жена Куджавы, то есть бывшая или настоящая. Это что-то какие-то документы. Все складывается в документы, я их потом отдельно. Вот это все, пока по одной пачке буду брать и узнавать, стоит ли их здесь держать. А вот здесь эти объяснительные, вот еще Яговитин написал. Это надо Марине, наверное. Яговитин написала. А то что? Фотографии какие-то. Надо весь показать, как одевались, фотографировали. Видишь, как одевались. Это картина. Какая картина? Вдовушка. Ну? Вдовушка. Так что мы ничего не придумаем. А то традиции русских людей. Да где-то традиции есть, чтобы женщины ходили в мужской одежде. У русских никогда этого не было. Кто это объясняет? Яговитина пишет, почему не пришла к нам. В сентябре я редко ходила на службу, потому что работала за себя и за болящую работницу по просьбе начальника. В октябре ходила на службу в другие храмы по причине заразного заболевания в общине Крестовозвиженской. Коклюша. Кто-то у нас тут коклюшем болел. От коклюшу умерла моя единственная родная сестра в возрасте 8 месяцев. Ну то есть нет. Но она боялась к нам ходить, что кто-то башля. Она боялась, а теперь она не боится. Вообще ничего нет. Ее нет. Ей ни грамма это не помогло. Видишь какие лежат. Эти объяснительные, прошлые, они уже не нужны. А у меня тут они лежат. Надо проверить их. Анфира поздравляем с нем ангела. У нас положено, почему не был в церкви. Это канон гласит. Три подряд, воскресных дня, два, три не был. Человек отвечает со церкви. Так это как так строго. Ну зачем объяснять? Ну это так просто, газеты завернуты. А, что завернули? Заверткой. А что там такое? Тут что-то распечатано. Большие статьи перепечатать. Спаси и помилуй. Вот какие статьи. Сколько времени? Ну все, закрываем. Это большие статьи, их никуда нельзя делать. Это архив. Где они там? А она статьи газетные, это газетные. Туда и подложить. Вот они здесь все. Вот она, яговитина. Вот она, яговитина она. У нее все не ладилось. Исключительно. А кто там? Костя. Ага. Ну что, приезжали в лагерь люди. Тетя Таня вон. Оля. Света. Этих не знаю никого. Это вот сюда. Тетя Таня вон. Тут тоже газетки. Тетя Гавитина она много помогала. Вот эти шторки. Это я всегда благодарен ей. Но характер был абсолютно немирный. Вот я здесь сказал, у нас оставляют все. Сумочки бывают. А через стенку тут молимся. Я ей говорил, не оставаться. А что такое? Ключи? Ваши ключи. Ключи нашли, деньги нашли. Это кто же сделал такие ключи? И от чего они? Узнать от чего они? От чего? От дома. Я взял. Дома примерю, посмотрю. Надо будет их подписать обязательно. Хорошо. Ну вот видишь, что получилось. Что-то положишь назад, а что-то я утащу. И там разберу. Возьму сюда сумку или коробку сейчас найду. И в нее все сложу. Ну, газетки мы возвращаем сюда, обратно. Да, потому что бывает, приезжают у нас были тут американцы, приезжали показать. Вот что есть. Если хорошая... Стихи есть сюда же? Стихи тоже оставить. То есть это можно, если хорошо оно выглядит, оставить. А тут я теперь по папкам-то я буду брать. А можно даже туда сложить. Иконы где-то отдельно положить. Бывает, кто-то новый человек приходит, а икон нет. Мы всегда раздавали иконы здесь. Бесплатно. Вот так. Где-то там может быть он в правой стороне маленький. Вот так, под низ. Я думаю, вон туда, в правой. Вот туда, да, вот. Иконы это отдельно. А вы же хотели сюда книги поставить. Ну, смотри, ладно, ладно, книги. Где книги? Или вы их заберете? Давай, положи пока, потом разберемся. Что из этого хотела бы взять? Вот это на четырех языках есть такая? У меня есть такая вы раздавали. Ну, я давал, много было. Может, помимо нас достали где. Где книги, положить вот это вот. Иногда мне надо показать переплет. Я учил переплетчиков очень много. Курсы переплетчиков. О, под ногами это убрать ее. Дарь, боже, жизнь вечная. Это я потом переберу, какие работают, какие не работают. Мне надо, не работают? Ну, я думаю, что здесь не все работают. Ну, надо узнать. Где-то там в угол загнать, он в правой. Когда надо будет, там купить стержень поставить. Так, фамилии, имена, всех. Это тоже, чтобы легко можно было брать. Подумай, куда. Да вот так. Вот маленько уже разбирается. Все останешься, я утащу куда-то. Я тут бы мешался только, если бы еще брал. Это документы, если... Разные документы. Это документы отдельной пачкой сложить. Вот лагерные документы. Да, это я отдельно займусь тогда, лагерные. И на столе не отправлять? Да, 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 да. Главное, что ты их сложила, они вместе теперь. Можно найти. Тоже заявления, бланки, вот это все. Туда же рядом на палку положить. Да, 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 да. Вот здесь. Это я вижу. Так, ну а вот эти... Это тоже где-то положить. Приходят, приезжают люди новые, что-то им показать. Эти газеты. Ровно их туда положить. Я для этого и принес сюда. Так. А потом легко брать. Вот эти я поставлю, вы их может раздавать будете. Смотри, по несколько экземпляров бери по одному себе, что надо. Ну вот та у меня есть. Да, погляди. Вот одна полка. Одну полку потребовалась. Готовая только разобрать. Вот еще она будет. Вот. Вот этот раз, если было бы, Кубайкина просила такие, я бы и отдал это. Потеряпки у нас намного больше всего. Так, это материал. Потому что там застряло. А эта газета отдельно сложить. В одну затолкать. И их никуда. Только показывать. Это архив. А у вас где-то тут были в тот раз коровки еще. Ну где-то там положить. Где-то можно сделать книги. Прям тоже с таймя поставить газеты. Это к истинному православию книга теперь все содержит. Так, вот эти вот журналы где-то отдельная пачка положить. Когда мы отсюда отправляем книги, я смотрю, какие журналы в нескольких экземплярах, и мы закладываем туда. Отправляем по стране. Тут вот, кстати, много детских, если что. Но ничего, мы тоже будем отправлять. Но имейте в виду, что они есть здесь. У нас там детка есть такие. Ну, смотри, если что надо, возьмете. То, что ни в одном экземпляре, можешь... Вот так. А сделать его правее нельзя, чтобы к тем книгам она как бы присоединялась. Вот так. А между ними тут еще документы будут. Вот сверху иконы. А, здесь чистые бумажки просто. Еще здесь и нет, да? Бумажки. Забирай. Это вот я туда в детскую забирала. Так, вот здесь. Так, письма. Я заберу потом. Квитанции, это вы заберите. Это я заберу мою. Квитанции, это я сюда. Вот мне отдельно положить здесь. Вот это для тети Аллы, которая показать. Хорошо. Вот это просто пустые корочки. Все, заберу. На эту сторону перекладывай все. А это себе возьми несколько штук. А у меня ездит, на, возьми. Обоборты. Можно. Вот так. Тоже можно предложить, что она где-то приклеит. Я думаю, для газет вот посередке здесь положить. Вон место осталось где-то, туда их. Вот эта пачка. Самая большая. Это архив. К нам приезжают люди и из Германии приезжали здесь. Кому-то что-то дать, показать. А кое-что ксерокопию снять. И журнал. Милицейский. А в нем такая огромная статья. Это что у нас? Это все уходит. С Новым годом. Какие-то подборки. Не знаю. Я буду отправлять, посмотрю. Когда приходят посылки отправлять книги. А как книга мы прикладываем это на пустые места. Так, а это куда? А, это же тут статья. Куда же? Это хорошая статья большая. Это вот где все ваши права. Это брошюрка мы поставим. Это тоже что-то может быть на раздачу. Брошюрки. И потом все перед судом божьим хорошие брошюрки. Видишь, как тут? Русская, православная, зарубежная церковь. Видите, у нас даже книги. И все они разным цветом. Легко искать. Номера только стоят. Другие. А сколько весят? Книги вот эти весят. 31 килограмм. Если на полке стоят, они занимают метр сорок. Полка метр сорок. Ну, на метр сорок. Это один экземпляр. А тысячу выходит умножить на тысячу. То есть, больше километра. Больше. Посмотри, что это. Разные тут и стихи ваши, какие-то распечатки. Это где-то можно положить, я тоже буду, может быть, сунуть. О пользе меда? Да. Ну, это может, вы возьмете дома, разберете? Ну, давай могу. Если нужно будет, принесу. Да. Вот вам. А здесь что-то по мелочи. Так, это не купили. Вот это вот стекло. Его где-то здесь надо положить. Линейка дома не нужна одна линейка? Нет, наверное, нужна. А здесь что-то приходило. Где она лежит? Они вот здесь. Вертикально туда, вот так вот засунуть. Так, ножницы, угольник, все иногда требуется. Потом внезапно требуется. Бывает еще такой карандаш, им потрешь там, как клей. Вот он, есть, вот он. А тут нету. А, вот. Ну, может быть. А вот в лагере. Видишь, какая фотография хорошая. Да, давай. Эти куда складываются? А вот не знаю. Не знаю. Так, это в детстве. Вот какая-то бумажка. Что-то тут. Это я был на презентации в университете. Первые восемь книг. Доверенность кому? Что-то Алфимов, Алфимова. Это Людмила Степановнина. Выбросили в эту. В печку. А тут эти квитанции. Ну, уже оплачены. Это я в квитанции положу. Ну, квитанции можно оставить. Что-то оплачивали. Может, плату платили. Ну, посмотри, может быть. Иногда бывает старая квитанция, а ее ищут. А она вот она. Налоги. Налогоплательщик. Налоги? За что? Ну, ладно, положи. Я этим не занимаюсь. Я этим не занимаюсь. Ведмила Степановна занимается. Вот так. Это я вам в квитанции положу. А вот главный коммунист Алтайского края обо мне пишет. Смотри, я эту газету взял, отпечатали. Ну-ка, прочитай, что написано. В голосе труда. Не договорок. Мнение депутата. В голосе труда. В голосе труда опубликована статья ветерана партии Эрносова. Не все модно, что богу угодно. И ответ ему священника и Лапкина. Я не шарлатан, а верующий. Тем самым газета дала возможность оппонентам свободно высказать свое мнение по затронутому вопросу. Считаю, что нам не следует искать врагов там, где их нет. Я не подвергаю сомнению компетентность и Лапкина как религиозного деятеля. Считаю, что он вносит достойный вклад в реализацию краевого закона о защите общественной нравственности в Алтайском крае. В. Петренко. Депутат Законодательного собрания. Понятно. Коммунист. Главный коммунист. Отзыв какой. А который в глаза не видели. Ну что попало. Трепестца и все. Даже коммунисты, они знают, говорят, что я никогда положительно не отзывался о советской власти. И однако вот так. Тут тоже картинка. Это что, молитва слов все, да? Вот, бывает, кому-то надо молитва слов. Это пока положу я здесь, дальше видно будет. Дайте я положу. Да, где-то положи в какое-то место. Так. Тут люди-то здесь собираются. Не в другом месте. А вот эти вот в отдельную сложить. Бумажечки. Вот это что такое? Приглашение в вашей библиотеке. Библиотеку вот раньше приглашали. Не знаю, надо ли, не надо, но вот такое оно есть. А вот подготовка к окрещению была. Ну все так и осталось в силе. Бывает, зайдет человек, а дать нечего. Раз, вытащил и подал. Так, вот бумажки записывайте. Ну посмотри. Вот эти мелкие занятия в университете можно выбросить. Потому что у нас сделаны более красочные. Вот эти вот собрать все. Я понимаю. Они уже не потребуются. Это все в прошлом. У нас есть твердые, ну как, корочки сделаны. На более плотной бумаге. Да, ну еще одна. Иголочки. Иголки. Это вот сюда, на стенда. Там нет с этим, с большим ушком, посмотри. Мне вообще нужны иголки с большим ушком. Нет, это не иголки, это булавки. А, булавки. Ну тогда забери их. Ну, надеюсь, что спаси Христос. Хорошо это сделала. Еще подождите. Остальное все можешь. Выкинуть. Которое такое, видишь, еще вот эти вот адреса. Это ничего нам не нужно уже. Вот это все. А вот это что? Вкладыши. А это к симфонии, но не канонически. Не подкладывали, это было сделано, отпечатано. Ну так и осталось. Почти не востребовано. Почти не востребовано. Вот так. Ну это можно. Крест тут не выбрасывать, куда-то положить. Показано, как мы работали. Где книги? В кладовке, где что? Надо проверить будет это, там ли они лежат. И надо Володю будет подключать. Сегодня Севастян должен съездить к Кубайкиной, забрать книги, она позвонила. Хороший разговор был. У нее еще остались, да? Слышала, что эту Фаину-то встретили? Где? Ну, кажется в этом. Дмитрия Ростовского. Вот недавно? Наши недавно встретили нас с Костыльком. Там она обрадовалась, как я вас люблю, как я молюсь. Она особенно тронута была, когда посетили ее мы в больнице. Она тогда, когда ушла, распространяла материалы, разносила даже. Целый кагал восстал на нас, еврейки. Ну, против меня, конечно, евреи сильно были бы недовольны. Искали. Но ничего не нашли. Не нашли. За одну фразу она меня даже трепала. Я написал так. Когда смотришь, какие евреи, то мысль даже приходит. Не ошибся ли Бог избрал эту нацию? Самая кровожадная нация. От края до края Иерусалим наполнена. Ну, это я брал места Библии, показывал, где. Кого из пророков не гнали? То есть, любого посланника Божия они убивали. Кого не гнали? Даже назвать не могут. Не было ни одного. Ну, их в этом не обвинял. Я говорил так, как есть. Пришел к кому? К погибшим овцам Израиля. К погибшим. Христос пришел. Их нету. Не то, чтобы как-то. А погибшие пришел в скотомогильник. Как православие сегодня. Ну, ее, конечно, это трогало. Она еврейка. Я говорю, так написано. Однажды она увидела, что я сказал, и назвала тут знатного человека, который мне помогает. Директор большой, там сказать, управляющий. А вот если он узнает, что вы так об евреях, он еврей. Я говорю, так я ему эту первому подарил книгу. Как раз он и приехал сюда у меня здесь, ходили и гуляли. Он потеряевку, говорю, приезжал. Она до того удивилась, как я говорю, а так он увидел, что я не враг. Я желаю, чтобы еврейский народ во главе, как им предсказано, стояли, но вели людей ко Христу, а не против Христа. Чтобы мессиям признали Христа, мессиям, Христа, спасителя Иисуса из Назарета, рожденного в Ефлееме, а не тот мышах, который придет, весь мир под 666 подтянет. И она помогала после пожара книги перебирать, какая понравится книги, а я ей отдавал. Она благодарна была. У нее сын в Израиле. Сейчас еще непонятно, сама решай там. Может, что-то вытянуть надо. Вот так. Вот так. Предложила Надежда. Я всегда так. Кто что-то предлагает, я ему предлагаю. Начинай. Как-то мы ехали, доехали мы до Иркутска, до Байкала и повернули назад. А Игорь Третьяков говорит, а поедем ли, когда мы дальше, туда, до Хабаровска? Я говорю, Игорь, а кто предложение делает, а что делаю? Он молчит. Тогда Сергей Пупков говорит, Игнатий обязательно тому человеку и говорит, ну давай начинай. Ну так и получилось. Ехать надо не до Хабаровска, до Владивостока, порт находки. А у него в это время какой-то груз приходит у отца, он какой-то занимается деятельностью. Ну, все-таки отпросился и поехали. Но для них было это очень трудно, почти не посильно. Я уже об этом говорил. Так, а я потом тут вернусь, все накрою. О, забыли досточку. Так, где она лежала? Вот так туда и поставить. Иначе она не будет так. Так, задавить. Вот, потому что это прилеплено только, она может вся оборваться. И тут мы поставили посередке и там закрепили. Так, ну что, все. Вот мешочек с ниточками. Костя, ты тебя не потерял? Так, куда-то это положить надо здесь. Она требуется, людям себе, не взяли в уголок где-то. Можно, можно. Вот, 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 куда ничего нет. Самый конец. Вот так. Пожалуйста. Кому надо, веревочку взял. О, она хорошая? Хорошая. Хорошая. Что же делать-то с ней? Ну, придется взять. Так, мешочки. Куда-то положу. И тут. Абероники. Так, свечи, я-то тетя Тане покажем. У тебя, наверное, еще какой рост? 156. А, вес? 58. Ты за границу не выходишь, да? Ну, вышла, Марина. У меня интересно. Ну, по крайней мере, знаете, Игнатьич. Я переписываюсь с этой женой Мулы, прекрасной Самирой. Ну, у ней данные, все сходятся, рост и вес с Татьяной Кузьминичной. Я приехала, ты бы видела ее восхищение. Это нельзя описать. Она вот так руками всплеснет и присядет. Кому скажу, не поверят. Мой учитель, мой отец приехал ко мне. Идет дорогой, ей говорят, да к тому же вас, не муж, это отец мой приехал. Сидят молодые ребята, она остановилась и говорит, расскажите им о Христе на парапете. Я говорю, да, конечно, переводить надо. Да, они по-русски все знают. Ну, и правда. А зачем вот тут много вот резиночек с булавочкой? Так, и что делать? Не знаю, вот это зачем они? Здесь их много. Не знаю, там, мне такие нужны. Так их здесь полно было. Я их вот сюда сложила. Ну, ладно, ладно, одну взял я, не полно. Там есть еще, в общем, такие. Я не знаю, с какой целью. Вот они. Я не знаю, иногда надо, я спрашиваю, когда. Все. Все. Протерли, там вы сами разберетесь. Конечно. Мы сейчас его поднимем. Так. Это у нас здесь в притворе. Кто не знает, что такое притвор, для нас это коридор. Можно тормознуть и посмотреть. Это правило. 16 правил. А вверху у нас тут вот написано. Мы уже не раз показывали это правило. Кто считает, тормознул и просчитал. Это легко делается. . . . . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...